Воздух В КФУ для установления направления сотрудничества прибыли представителя Московского госуниверситета О перспективах направления сотрудничества Казанского федерального СМГУ говорили много Изменения коснутся в частности химического факультета кафедры медицинской химии тонкого органического синтеза Наша кафедра в Московском университете и открытие кафедры медицинской химии в Казанском университете Дает нам право предлагать в проекте, который будет подготовлен для министерства, ведение медицинской химии В образовательной деятельности планируется разработка общих образовательных программ для студентов и магистрантов КФУ и МГУ по направлениям медицинская химия Также планируется обмен студентами, магистрантами и аспирантами при выполнении совместных научных исследований в рамках сотрудничества При обсуждении не обошли стороной научно-исследовательскую сферу В скором будущем организуется совместная разработка новых молекул физиологически активных веществ и создание препаратов Анастасия Иванова, Ленар Довлетяров, Универньюз Научная работа Казанского университета не останавливается ни на один день Убедиться в этом лично и познакомиться с КФУ часто желают делегации из самых разных стран А многие и вовсе налаживают с нами деловые связи В этот раз университет посетили гости из Латвии Чем для них стал привлекателен Казанский федеральный, смотри далее В Казанском федеральном университете состоялся визит полномочного посла Латвийской республики в Российской Федерации Госпожи Астра Курме вместе с делегацией ее коллег Знакомство с Татарстаном латвийская делегация решила именно с Казанского университета И, как выяснилось, неспроста Госпожа Астра Курме поделилась, что, посещая новые города, всегда стоит поинтересоваться жизнью университетов В частности, научной Кстати, гости отметили, что в Латвии достаточно хорошо известна научная деятельность Казанского федерального И невероятно богатая история И уже многие студенты Латвии на сегодняшний день все чаще проявляют к КФУ огромный интерес И теперь у делегации в планах рассмотреть результативные связи между вузами Латвии и Казанским федеральным Ведь хороших контактов и связей для плодотворной научной работы много быть не может Для университетов, я думаю, всегда есть интерес сотрудничества Студенты и профессора, и ученые, и люди открытые, они всегда ищут новые возможности Невозможно развивать науку, закрыв двери окна Только общаясь с другими, возможны большие открытия Вот, мне кажется, университеты, как раз и ученые Это самая благоприятная среда для новых возможностей Самые свежие новости из всемирной паутины в нашей постоянной рубрике Веб-Ньюз Президент Татарстана возложил цветы к памятнику татарскому поэту Габдулету Каю В церемонии возложения цветов также приняли участие ректор Казанского федерального университета Первый президент республики Татарстан, министр культуры республики и депутаты госсовета В КФУ состоялось открытие выставки к 130-летию Габдуллы Тукая На выставке представлены портреты поэта, рукописи и его личные вещи Член Совета при Президенте Российской Федерации по физической культуре Восхищен передовым спортивным вузом Казани Поволжская Академия Спорта – единственный вуз, который официально приступил к испытаниям ГТО Два проекта студентов Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Получили призовые места на форуме «Наш Татарстан» Студенты разрабатывают дизайн-проекты для современных читальных залов Уникальные национальные главные уборы и сувенирную продукцию Юные кинематографисты Нижнекамска привезли две награды С Международного фестиваля студенческого кино «Иди и смотри» В число победителей вошли документальный фильм «Берега прошлого» И игровой фильм «Танго Франкенштейна» Британское издание написало об Алексее Романове из Зеленодольска Который, не имея пальцев, научился виртуозно играть на фортепиано Подросток стал многообещающим пианистом, несмотря на болезнь В Елабургском институте КФУ открылся научно-образовательный комплекс Который включает в себя лабораторию проблемно-ориентированного образования Такую же комнату создали в Казани в Институте международных отношений и востоковедении КФУ Где размещены работы выдающегося исследователя Мирзы Махмутова Дорогу науки! С таким девизом учатся студенты Елабургского института КФУ Совсем недавно самые умные и креативные получили достойные награды за свои исследования Подробности смотрите далее 25 апреля в Елабургском институте КФУ состоялось подведение итогов научно-образовательной конференции студентов Елабургского института КФУ Наградили победителя конкурса «Интеллектуальный лидер-2016» Если мы все в этом мире должны быть исследователи, значит мы должны постоянно подтверждать свои компетенции, подтверждать свой статус А вы все, надеюсь, здесь присутствующие будете не просто учителями, а учителями-супервизорами Не просто специалистами в каких-либо областях, но и специалистами-ведущими Всем присутствующим еще раз удачи и успехов исследовательской деятельности В течение недели на всех факультетах ВУЗа проходили секционные заседания, где студенты представляли исследования в разных областях науки Награду достоили самой лучшей работы Тема моей научной работы касается телесно-жестового кода в романе Андрея Белого «Петербург» На основании этого романа я написала научную статью, в которой рассматриваю жесты в качестве психологической характеристики героев данного романа То есть почему в определенной ситуации они жестикулируют определенным образом Научной деятельностью я занимаюсь уже не первый год, и это моя не первая награда Спасибо институту за то, что дает возможность публиковаться и вообще в моих амбициозных планах связать свою жизнь с наукой По словам организаторов конкурса, успехи в научно-исследовательской деятельности в период студенчества – это хороший старт в профессию и в науку Анастасия Иванова, Юлия Сафронова, Денис Типайлов, Универ Ньюз 26 апреля 2016 года – дата непростая 130 лет назад родился великий татарский поэт Его произведения переведены на многие языки, он внес большой вклад в развитие татарской литературы Я думаю, что вы догадались, о ком я Как отметили день рождения Габдулы Тукаев в КФУ, узнаешь в следующем сюжете Всем известно, что 26 апреля – день рождения великого татарского поэта Габдулы Тукая В честь этого события в Институте филологии межкультурной коммуникации имени Льва Толстого прошла актовая лекция Габдула Тукаев в духовном возрождении татар в начале 20 века Лекцию читал ученый-тукаевед Тагир Гелазов На мероприятие были приглашены все участники конкурсов, проведенных в рамках 130-летия дня рождения Тукая В их числе школьники со многих районов Татарстана, студенты и даже дошколята Месяц апреля – это в татарском мире месяц Тукая И данное мероприятие посвящено полностью творчеству жизни великого татарского поэта Габдула Тукая Сегодня мы подведем итоги разных конкурсов, которые были проведены в честь юбилея Тукая И самое главное – сегодня будут читаться актовые лекции о жизни и деятельности Габдулы Тукая Помимо интересной лекции о жизни и творчестве татарского поэта, приглашенной гостью Участники смогли увидеть театральную постановку – небольшой отрывок из драмы Рабита Батулы Стоит отметить, что в этот день прошло и награждение участников различных конкурсов, связанных с творчеством Тукая Например, победители конкурса «Знаешь ли ты, Тукая?» получили один балл к ЕГЭ при поступлении в КФУ И нужно признать, что для тех, кто с душой изучает литературу, очень важно, чтобы их старания оценивали по достоинству Я сама, ну, люблю литературу, езжу на Олимпиады каждый год практически по русскому языку, по русскому литературе Это как бы для меня бонус, дополнение какое-то, и я думаю, это важно для меня, и в будущем это пригодится Здорово, что память о поэте, который внес вклад в развитие татарской литературы, продолжает жить И людей, интересующихся литературой, не становится меньше До завершения спартакиады вузов РТ осталось совсем немного Казанский федеральный, напомню, сражается за первую строчку в командном зачете с Поволжской академией спорта Именно в эти дни во многом решается судьба Большого кубка Подробности в нашем сюжете Легкая атлетика недаром носит звание королевы спорта Без этого вида не обходится практически ни одно крупное спортивное состязание Портакиады вузов Татарстана в том числе Традиционно университеты уделяют соревнованиям легкоатлетов особое внимание А в этом году на дорожках манежа центрального стадиона решается еще и расположение команд в итоговом протоколе Пока в командном зачете лидирует Поволжская академия спорта Буквально в спину академикам дышит Казанский федеральный Поэтому каждая победа сейчас на вес золота Ну это был первый старт у меня после сборов Поэтому на что я готова я вообще не знала Вот, ну в принципе, до личного рекорда чуть-чуть Поэтому в целом я довольна Я знаю о ожесточенной борьбе между академией и КФУ Поэтому хорошо выступить было даже, ну, как бы, делом чести для своего университета Победный почин Юли поддержали и ее товарищи по сборной университета Каждый выложился на дорожке и в секторе по максимуму Несмотря на начало сезона, старые травмы и даже пустые трибуны Если честно, я очень довольна, потому что это первый старт То есть он, во-первых, очень ранний В этом году сезон летний начинается очень рано и очень длинный И для первого старта, я думаю, что я прибежала очень хорошо Честно, я сама не ожидала Конечно же, выступление за свой институт – это, как бы, большая честь Каждый спортсмен отдает свое предпочтение институту и, соответственно, защищает честь института Не хватает болельщиков именно, чтобы вот прям кричали нам, как бы, поддерживали нас Потому что, как видите, они все там, и то их очень мало – 2-3 человека А так, в целом, в принципе, атмосфера То есть мы у себя внутри, как бы, свой мир формируем Как бы мы сами, как бы, для себя, как бы, у нас есть то, что, чувство, не знаю Того, что мы выступаем за институт именно Вот это вот, именно гордость Как и ожидалось, академики навязали нашей команде нешуточную борьбу во многих видах И где-то даже преуспели Например, в мужском финале на 100-метровке Но надо отметить, что в сборной КФУ из-за травм нет ряда лидеров И в их отсутствие свой шанс получили начинающие атлеты Так пожелаем же им высоких результатов Александр Александров, Ленар Довлетяров, Универньюз На сегодня у меня все Продолжай следить за последними студенческими новостями с командой Универньюз Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok